сейчас я вас покажу у меня еще тут возможность такая есть немножечко пройдемся я все время забываем показать на какой степени изувечены мои штамбы главное что это неизбежно даже не спеша в природе а у нас тем более у нас все-таки климат более жесткий чем им полагается быть давайте посмотрим сейчас мы некоторые штамбы осмотрим только заранее напейтесь валидолом проглотите вернее положите под язык посмотрите что творится мы сейчас про абрикосы вот этому абрикосу немного лет где-то порядка двадцати выглядит страшно жутко естественно ни разу не лечил смотрите ему где-то 25 страшном виде кара дико невероятно вот видите смотрите вот это вот я якобы должен уничтожить вот это главное не подходить не трогать замы залечивается продолжает плодоносить ох что я увидел я не снял пленку это мои это мои испытания новых сортов видите ладно сейчас надо обойти а тут ходить то невозможно чтобы не раздавить вот так плодоносит это вариант манжерского абрикоса так вот он видите вот это не шедевр нет и все же и все же это возможность и кушать их ну что очень многие очень многие и с удовольствием едят я уже такие во вторых это косточка видите сама отвалилась и едят их как ни странно еще и причмокивать это раз вот во вторых соки компота варенья с них вкуснее чем сладких очень сладких мы же абрикос теперь вот эта ветка пример технологии это ветка сохла вот она и я ее отпилил и что вы думаете там под корой где-то еще жизнь была и вот она возродилась мало того не просто возродилась еще и плоды дает так и таких веток тут посмотри сколько уже дерево избито страшно у него немножко это очень крупный лист на нем жил академик и на четвертом году жизни недавно одна плода академик умер а он продолжал жить и уже где-то видимо нахватался от академика генов плоды стали вкуснее но все-таки морской кости ножка потерял ну ладно пойдем дальше мы сейчас с вами пройдемся но заодно через вот она я вас угощал плодами с нее видели вот это дерево жаль что большая часть достается птицам косточек вот а монетоба готова ладно вот она монетоба она сто процентов изменилась теперь это вылитый амур посмотрим косточка отделяется а вот косточка уже не так уже не сухая вот ну-ка укус конечно изумительный вот но теперь получается так а у вас не настоящая сорта у вас смешанный сад у вас получается дикая смесь ну не знаю что из нее получится сейчас прошу прощения алё 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 как дела у вас лена сана привет я сейчас в саду сейчас на мои глазах а кто вам это соберет абрикосы на это на еду в общем так пусть все слышат у меня идет кино съемка да а сейчас пока мы говорим андрей какое ведро собирает а я его снимаю а твой звонок не лишь не так и читаешь я нашел последние вот еще сегодня у нас какой чего питаться а сегодня же вебинар да вот сегодня вебинар я вот нашел еще два дерева где я смогу сейчас дай дальше насчет собирать для вас более-менее плоды твердые более-менее это вариант академика и вариант а вариант артема потому что уже куда уже пятнадцать они все висят вот ну и может быть еще каждый день каждый день сыпется отваливается все на глазах сейчас он не то бы показывал собираю вот алё так все что-то алё 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 так вот тут было пропуск пропуск было не слышно может еще монетобы вышли вам вот еще немного висит в общем после съемки фильма созвонимся так ну вроде бы по теме дело в том что я собрался красноярскую суть пару коробок с последними плодами которые еще пути не не раскиснут посмотрели а тема тоже избитая морозами штамбы и даже вот такие вот видите черешня даже вот такие ни в коем случае нельзя лечить не не мазать не резать не не это не протравливать не залечивать а то в 21 веке двадцать втором году все пишут раны обнажайте вырезайте до мяса а потом дерьмом замазывать я никак успокоиться не могу вот как кто-то 18 веке первый совет дал так тогда то никакой септики кроме дерьма не было и до сих пор дерьмо то есть уровень садоводства остался в этом же месте вот это вот это плодоносило самый крупный плоды были вот здесь это еще один вариант академика ну-ка тут не осталось а он остался плодик в тени но не крупный вот здесь мы съемки делали давайте посмотрим какой здесь штамп а то дерево никто не мешает развиваться выше вот смотрите видите что делается даже вот это я не трогал вот он яркий пример а дерево плодоносит из нижней части полез манжурский абрикос виде там листья помельче вот вот он кормит корни его ни в коем случае он ниже прививки его нельзя ни в коем случае отрежать даже не в начале когда он был малюсенький побег не тем более сейчас давайте еще угощу вас хоть визуально давайте вот это вот вот опять же не самый крупный а вот лежит он правда уже сгнил вот такие вот и в этом году это считается мелочью они были два раза крупнее серафим тоже очень мелкий вот они он тоже относится к поздним вот ну в основном все ну вот средний он уже упал уже несколько один из самых вкусных но уже начинает сдавать он средний спелый здесь позднее этот ближе к середке вот начинает созревать сувенир востока уже есть желающие на косточке но терпим это дерево умирающие когда-то дерево было главным украшением сада я называл королевой сада сувенир восток вот его победил здесь была привита ветка вот она евразия 21 ну ладно наверху уже ни черта не видно давайте посмотрим что в траве лежит вот евразия 21 считается одна из вкуснейших но и время уже отошло косточки заготовлены чернослив опять отвлекся речь о штамбах но пусть даже не обязательно про абрикосы говорить он кстати последний видите чернослива покидывайте а то мне говорят ранний поздний обычно сентябре вот такой дикая жара ну здрасте да давайте давайте то мне уже с красоярска звонили так теперь смотрим сюда видите страшно ранах вот она и никаких подходить нельзя залечивать ее пусть гадаю годом два-три назад тоже нельзя пусть это есть пусть таких ран множество не подходить . ничего не делать не помогать вот это вот я это называю сбрасывает старую кожу это как змеи пусть даже с ранами потому что она не может задубела задубела продолжает расти лопается появляется свежая тут начинается вырезаете замазывайте вот делать чуть не сказал что не надо вот еще пример вот но это ладно все-таки сами понимаете чернослив культурное растение да еще с юга а нет в руку саратов это не юг но и не север дикарь почти что никогда не прививается сотнями тысячами лет видите в этом году правда мелкие из-за дикой засухи вот они по упала прямо на наших глазах это китайка я назвал красно-синие смотрим смотрим какая у него хора уж на что выдержит 50 градусов но вот это происходит обязательно вроде все полопалось вот эти места где светлее это новые проводящие пути вот они вот смотрите видите облупилась трогать нельзя вот она пошла новая вот здесь ничего не трогать никаких скребков ведь один товарищ показал это ужас у меня есть специально фотографии из сми он там показал скобление ножовкой он показал значит скобление щеткой по металлу было и по погумане и там жесткой рукавицы потом было ой господи еще тыльной стороны пилы и все это соскабли 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 вот а еще один товарищ дошел я держите за стул почему никто не послал почему никто нет это уже ужас когда увидев грибы безобидные они должны быть там где мы искали всели дерево мертвичины не поверите что выжигать грибы выжигать паяльные лампы так теперь мы этих дам обойдем не хотят светиться ну данном случае это у нас черноплодная рябина арония вот арония как арония вот такие плоды все соберу в этом году самый жидкий урожай всех в салат надо снижает давление вот так помощница входим обходим-то обходим боже мой опять насыпалась опять груши в этом году много позвонки в это понятно засуха не доживает до состояния падает 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 это засуха сейчас еще сам бы покажу такие походы под камера не очень нужны потому что нереально становится реальных когда-то по моему сурову города кажется вручил медаль на которой было выбито и невозможное возможно мне медаль пока вручать никто не собирается интересно было другое кстати посмотрите еще мы говорим это все связано посмотрите видите знаете кто выкопал у меня не было здесь холма когда укропнялись корни они разбухали то есть укропнялись и выдавливались земля приподнималась это чисто природное явление инстинкт это спасение дерево себя спасает от выпривания мы в яму садим вот ну а в данном случае еще муравьи помогли это видите палка осталось здесь было четыре палки забито и муравейник был спасен то есть и он тоже настраивался эта часть как симбиотик не надо этого бояться и не надо было бояться я не боялся что дерево погибнет а вот результат смотрите сюда вот результат но это последние остатки смотрим внимательно вот это муравейник перед нами он еще больше приподнял вот эту конусом главное что корневая шейка цела муравейники съедает миллионы ну поначалу тысяча вторую тысячу сто тысяч этих самых насекомых кормят они улучшают почву и кормят это дерево вы поверите платоядное кормят нормально вообще отходы засыпается дерево ну а теперь вас полюбовались что это самодельный холм не я его копал правда от бывшего загородки осталась одна и та вот так вот это еще знаете почему там сгнивают и падают они падают быстро тот у нас же как устроено вначале палка держит саженец или вот это огороженный был муравейник а потом она сгнила и упала и довольно быстро этого не знаю те кто учат заглублять деревья чтобы они быстрее сгнили вот кстати еще и тут еще не собирали все будет куда мне столько вся надежда на академию наук на крупный госзаказ но это если там найдется хотя бы один такой человек который думает наперед и может захочется изменить за пару лет ситуацию в стране потому что надо прекращать вот эти самые бесконечные пересевы ненужные совершенно которые ни на шаг не двигают науку вперед наука двигать вперед вот это вот так пойдем дальше да видели грибы вы думаете я их испугался я их начну по этим самым выжигать нет не начну и начну вот эти сухие ветки отрезаются под лицо никогда начну отдирать эти эти грибы я их уважаю только мертвичину дерево не молодое сколько надо столько простоит любое вмешательство только сократит это дерево вот например полностью отсохла ветка вот она видеть покрылась грибами они жрут мертвичину ты головой задел вот упал доказательство того что все здесь в порядке видите пусть в этом ну 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 ну